добрый день друзья в этом видео хочу вам рассказать как меняет цвет петушки это так называемый прыгающий мраморный ген вот на видео видео прошло где-то месяца три назад я снимал его самец петушка посмотрите на кого он похож он даже был вообще целлофановый поэтому давайте обсудим что такое мраморный цвет и как прыгающие гены определяет дальнейший окрас петушку гены которые могут двигаться из одного места в другое по телу петушка это нужно же понимать если ген прыгает и вставляет себя в ген ответственный за производство цветового пигмента то клетки будут неспособны произвести цвет и рыбка обесцвечится появляется бесцветные пятна и выглядевшие как белые или целлофан поэтому поскольку нахождение прыгающие гена в каком-то месте на хромосоме носит временный характер помехи в работе другого гена тоже только временные это тоже все приводит нестабильной мраборной расцветки иногда полностью смены окраса петушка обратно тоже может произойти вот посмотрите что с него получилось через два месяца вы не поверите самки здесь разные я так их запускаю сам сами чтобы они немножко плавники расправляли вот и все поэтому когда покупаете целлофанового петушка прозрачного то еще не вопрос каким он станет через два-три месяца если конечно молодой поэтому клетки одни могут производить пигмент из-за присутствия мобильного генетического элемента а потом он может исчезнуть это может продолжаться всю жизнь у этого петушка он может опять стать прозрачным вот чем вопрос то вот было видите специально вам написал вот было и что потом с него получилось не знаю надо это видео все сохраняю я может быть через 3-4 месяца он окажется бесцветным опять этот петух вот и все поэтому если вы видите что у вас там спина петушка облезла или еще что-то это прыгают гены блуждающие эти гены по хромосомам у петушка вот встала короче нонсенс для всех нонсенс поэтому многие аквариумисты конечно в основном любят почему-то петушков одноцветных вот и все что хотел сказать всем добра здоровья счастья подписывайтесь удачи а